Привет-привет! Доброе утро! Московское. 12. Я на самом деле раньше встала. Жду. Мне сегодня должны доставить в духовку. Я надеюсь, сегодня будет без происшествий. Вроде мальчик звонил, сказал, что после обеда, где-то после двух. Ну, хорошо. Конечно, нужно будет... Я надеюсь, что все-таки это после двух будет, где-то после четырех, когда я смогу уже свободно от работы, а не отрываться, потому что мне... Отрыв даже на 10 минут, он нежелателен, да, в те четыре часа, когда я работаю плотно. Но будем надеяться, что все пройдет хорошо. На улице у нас... Даже не знаю, как это назвать. Небо настолько затянуто, что ни солнышко, ни дождинки. Ну, короче. Пока, знаете... Поздняя осенняя срань. Никуда от этого не деться пока. Холодно, мороз уже... Вчера, по-моему, минус три даже был. Так, ладно, кто-то мне пишет. Сейчас вернусь. Раз, и пролетело четыре часа. Ой, фу. Что-то как-то прям... Знаете, нет работы плохо, много работы тоже. Перебор. Так, жду все еще курьера. Курьера еще нету. Время пять. По идее, еще два часа. В общем, ждем духовку. Готовимся. Нужно будет освобождать место, куда-то, блин, ставить все, что здесь стоит. У меня что-то уже... Эта дырка... Извините, отверстие заполнено. Крестюха. А-а-а-а-а... Дуся, расслабилась. А Крестюха, за хвост тебя. Ах ты, хулиган малой. Дуся, он с другой стороны уже, Дуся. Игрульки. Короче, жду духовку. Ну, конечно, сама ее ставить не буду. Там подключать надо. Электрику тоже сегодня уже не буду звонить. Сил нету. Честно говоря, за эти четыре часа рабочие... Ну, как четыре. С одиннадцати. Одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать. Ну, четыре-пять часов... Я просто выжатая, как лимон. Потому что, знаете, в это время со стула стоять невозможно. Постоянно. То звонки, то сообщения, то звонки, то сообщения, то звонки, то сообщения. Ну, и второй помощник мой, помощница. И уже... Как назвать? Все то... В общем, в четыре руки не справляемся. Не знаю. Так, сейчас тут скандал. Я извиняюсь, а по столу можно лазить, а? Ну-ка, пошли оба отсюда. Кристюша. Дуся. Иди на окно. Сдриснула. Давай. Смотри, какая наглая. Иди, иди, иди. Капец. Капец. Рано еще вам кормиться. Через час буду их кормить. Ну, в общем, такие дела. Ждем духовку. Ждем, надеемся и верим. Что хотя бы сегодня мне ее, наконец, довезут без происшествий. Короче, сила винограду поесть. Надо морально восстановиться. После рабочих будней кто тут пришел ко мне. А что делать? Чуть виноград стал кислый. Я же сладкие покупала. Чем лечить нервы? Даже виноград кислый стал. Вообще, какой-то безвкусный. В наше время, если не чувствуешь вкуса и запахи, это капец как стрёмно. Вот эти сладенькие уже. Я сегодня подружку прислала. Говорит, пора украшаться к Новому году. Я в прошлом году психанула уже. В ноябре украсилась. А в этом году мне в ноябре некогда. К Новому году украшаться. Работу, работаем. Вот это хороший виноградик. Прям попалась ветка. Кислятина какая-то. Там что, опять скандал? Боже, в доме тишина. Знаете, когда у тебя всё звонит, пикает, пиликает на протяжении 4-5 часов, а потом раз наступает мгновенная тишина. Боже, какое счастье. Какое счастье. Я когда работала в офисе, давно, правда, была. И после работы ходила к косметологу. Взяли какие-то разные процедуры. Вот. Что мне нравилось, ты приходишь, ложишься на эту кушетку, и у тётеньки тишина там была. Просто полнейшая тишина. Никакой музыки вот этой вот типа расслабляющей, а просто тишина. И она тихонько всё делает. То есть там, ну, я понимала, что за этот час, пока эти были процедуры, я просто отдыхала. Помню, Ларису звали девушку. Ну, женщину-девушку. Это я всё время говорю, Лариса, я от вас выхожу больше в таком, в такой отдохнувшей, как я не просыпаюсь с утра. То есть я с утра проснулась, я уже уставшая. А она пришла на один час, и отдохнула. Она говорит, тишина. Самый лучший совет, который мне когда-то кто-либо дал. Просто ляжьте и полежите в тишине. Ну, опять же, если есть такая возможность. Порой тишина – это роскошь. Но, если дома не получается, можно сходить в какие-нибудь процедуры, типа барокамера, всё какие-то делая и в процедурах, и в тишине. И с народиком подышать. Моя друг знакомый ходил процедура дышать кислородиком. Представляете? Как классно. Говорит, понравилось. Сразу почувствовал вкус к жизни. Ну, бюджетный вариант – это пойти на улицу погулять часок. Конечно, в такую погоду особо не хочется. Но я, наверное, сейчас схожу где-нибудь рядом с домом, пройдусь, потому что кислород к мозгу должен прилить. Виноград шикарный. антидепрессанты. Сейчас даю антидепрессанты. Пойду погуляю рядом с домом. я буду ждать курьера с духовкой моей. Пошла восстанавливать душевные силы, мешать свежим воздухом, слушать тишину, восстанавливаться для завтрашней работы. Дуся пришла. Все, всем отличного дня, хорошего настроения. Напишите, кстати, как вы восстанавливаетесь. Хорошо еще поспать и уборкой заняться. Да? и котиков потискать. Особенно наглых котиков, кошечек. Ладно, все. Пока-пока. Ну что, красота моя приехала. Два мужика его доперли. А я уже, честно говоря, думала, если в этот раз опять у них какой-то косяк, придется самой за ней ехать. Ну, до машины бы мне ребята помогли ее, наверное, довезти. Но она тяжелая. 23 килограмма. Ну вот, как-то так все. Теперь буду вызванивать электрика.